В администрации района прошло очередное совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативной группы межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский. На рассмотрение комиссии было вынесено три вопроса. По первому вопросу повестки дня об обеспечении безопасности при проведении Дня знаний на территории района выступил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Александр Воронов. В сентябре 2017 года в образовательном учреждении Кашхабльского района будут проводиться мероприятия, прирученные в Дню знаний, в которых будут принимать участие 3 320 учащихся, а также граждане, числа учителей, родственников, учащихся и приглашенных. В целях обеспечения правопорядка безопасности граждан и дорожного движения в период подготовки и проведения вышеуказанных мероприятий в межмуниципальном отделе издан приказ, разработан план, согласно которого мы осуществляем подготовку к данному мероприятию. В плане обеспечения общественного порядка и безопасности граждан при проведении массовых мероприятий предусмотрены расчет сил и средств межмуниципального отдела расстановка, антитеррористическое обследование зданий, помещений с массовым пребыванием граждан, меры по усилению охраны объектов особой важности и жизнеобеспечения. Проведены на данный момент рабочие стритки через управление образованием Кашихабовского района, утвержден график круглосуточного дежурства руководящего состава отдела, а также наиболее опытными сотрудниками усилена следственно-оперативная группа. Кроме того, на период проведения праздничных мероприятий будет усилена плотность нарядов полиции на улицах и других общественных местах. 31 августа будут проведены обследования мест проведения мероприятий, прилегающих территорий, подсобных помещений, подвалов и чердаков на предметах наружения взрывчатых веществ и взрывных устройств с обязательным составлением актов. Скорее всего, это будет проведено с применением служебных собак, поэтому, соответственно, все будут уведомлены, это будет с представителями руководства школ, в обязательном порядке проведены все мероприятия. Кроме того, с 15 по 25 августа организовано и запланировано проведение отработок административных участок, на которых расположены административные учреждения, по образовательным учреждениям со стопроцентной отработкой лиц, состоящих на всевозможных учетах в отделе, в том числе ранее судимых, наркоманов, алкоголиков, семейных бибоширов, психически больных, владельцев армистрельного оружия. На период подготовки и проведения мероприятий за каждым образовательным учреждениям затерплено ответственность числа руководящего состава в целях обеспечения безопасности дорожного движения. Вблизи образовательных учреждений предусмотрены рубеж безопасности, обеспечивающиеся сотрудниками ОГИБДД. Также предусмотрены места перекрытия транспортных потоков, портовки, транспортных средств. Доклад дополнил начальник управления образования Касси Киргашев. В целях осуществления комплексной безопасности образовательных учреждений и крови проведены следующие мероприятия. В каждом образовательном учреждении имеются паспорта технической безопасности. Они будут утверждены согласованным через МИБД и ФСБ. Разработаны инструкции действий руководителя и работников и угрозий при проведении технического акта по каждому образовательному учреждению. Учреждены начальник управления образования на основании требований федерального закона о противодействии терроризму. Организована разъяснительная работа в связи с сотрудниками, обучающихся образовательным учреждениям, а также с родителями и законным представителями. О необходимости повышения длительности соблюдения требований по обеспечению личной и кредитивной безопасности в местах массового потребования. В образовательных учреждениях особое внимание деляется обеспечение охраны объектов, организации контроля и пропуска, здания и образовательных учреждений, содержание кабинетов, подвальных и чередачных хозяйственных помещений, наличие и способность средствам обеспечения пожарной безопасности. Выступающих также засушили присутствующие. Это главы сельских поселений, директора школ и заведующие детскими садами района. На повестку дня также были вынесены вопросы обеспечения безопасности при проведении Дня урожая и в период проведения Единого дня голосования. Выслушали докладчиков и сделали соответствующие замечания и рекомендации глава района Заур Хамирзов, председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев и первый заместитель главы района Руслан Яков.